Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Сегодня хотелось бы поговорить о заповедях блаженства. Правда ли, что это главный закон в жизни христиан? Я бы сказал, что это один из главных законов в жизни христианина. Где перечислены эти заповеди? В Евангелии от Матфея и от Луки. От Матфея – это пятая, если не ошибаюсь, глава, Нагорная проповедь и шестая глава в Евангелии от Луки. Чем заповеди блаженства отличаются от заповедей, которые были даны Моисею? Так же, как и вообще Новый Завет, отличается от Завета Ветхого. Ветхий Завет можно сравнить с такой очень жесткой, прочной оградой, которая не дает народу куда-то выйти за пределы, где он пропадет. Ну, условно говоря, в пропасть ринется. Поэтому, смотрите, заповеди Моисея – не убей, не укради, не пожелай, не сотвое и так далее. То есть, нельзя, 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 нельзя. Запреты. Такого оградительного, запретительного характера. А заповеди блаженства – это как раз, наоборот, такая развертывающаяся картина того, что есть собственная жизнь во Христе. Что это такое? Христианство говорит, что требует Бог от человека свободного, свободно требует. Не как маленького ребенка, держит за руку. Знаете, как мама? Не лезь туда, не ходи туда, не пускай. Он все кричит, вот в розетку ходит, что руку засунуть еще куда-то. А мама его все держит, оттаскивает от этих вещей. А Евангелие – это заповеди Божии взрослому человечеству. Вот так же вот и заповеди блаженства. Слово «блаженство» сегодня означает высшую степень наслаждения. А вот в заповедях что означает это слово? На самом деле греческое слово «макария», которое у нас переведено как «блаженный», оно еще переводится как «счастье». Вот если мы переведем заповеди блаженства как заповеди счастья, то сразу будет очень многое понятно. Потому что счастье – это то, к чему стремится осознанно или не очень осознанно каждый человек. И каждый человек все время жалуется на то, что он несчастен. И вот в Евангелии есть некая такая инструкция по достижению счастья. Вот эта инструкция есть в заповеди блаженства. Вот поступай так, как там написано, и будешь счастлив. Ну, конечно, я немножко утрирую, просто одним этим словом не передать. Блаженство – это все-таки некое такое высшее состояние радости в Боге в данном случае. Но в то же время можно сказать о том, что это заповеди, которые призывают человека к счастью. Владыка, вытекает ли каждая последующая заповедь от предыдущей? И надо ли двигаться в их выполнении в этом же порядке? Или можно начинать с любой? Вы знаете, и да, и нет. Ну, вот, скажем, первое заповедь блаженства – блажение нищий духом, да, она является таким вот основанием для любого внутреннего строительства человеком самого себя. Потому что духовная нищета – это осознание конечности своих пределов, своих усилий, своих возможностей. Человек обычно очень высоко о себе думает, мнится. И вся жизнь человека – это постоянное такое вот разочарование в самом себе, потому что он открывает, что вот оказывается, я это не могу, оказывается, это от меня не зависит. Оказывается, вот это вот еще я понимаю, как надо, не могу, у меня не получается. Вот, нищета духовная – это, если говорить словами одного преподобного, это осознание человеком своих грехов бесчисленных, как морской песок, так сказал преподобный Петр Дамаскин. Вот, и вот когда у человека вот эта нищета духовная как бы воспитается, ну, или еще говорить, если таким совсем уж простым языком, трезвое понимание самого себя, своей меры и пределов своих возможностей. Вот если эта нищета духовная у человека есть, она воспитывается, и воспитывается достаточно непросто, тогда уже можно говорить о всех остальных заповедях. И там действительно, ну, знаете, каждый человек индивидуален. И, скажем, у одного человека милостивое сердце. И это, наверное, ему, если оно, это милостивое сердце, влияет на его жизнь и жизнь окружающих людей, то этого, наверное, более чем достаточно для его спасения. Другой человек, ну, необыкновенный любитель и искатель правды. Ну, имеется в виду, правда Божия, а не человеческая, да? Потому что иначе это будет просто обычный революционер. И если человек вот эту правду ищет, заскует и старается воплотить в своей собственной жизни, не других заставить ее воплощать, а в своей собственной жизни, это тоже, наверное, вот достаточное такое основание для его спасения. Ну и, конечно же, надо стараться выполнять все заповеди, безусловно. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Продолжение разговора о заповедях блаженства смотрите в следующей передаче. Жадовский Казанский мужской монастырь Основан в 1714 году по благословению митрополита Казанского Тихона Воинова. Многое видели и пережили стены этой обители. Здесь находится одна из главных святых Симбирской митрополии, почитаемый список казанского образа Пресвятой Богородицы, называемый Жадовским. По преданию, монастырь возник на месте чудесного обретения казанской иконы Божьей Матери крестьянином Тихоном, страдавшим неисцелимым недугом, слабостью рук и ног. Ему, как написано, явилась некая жена. Матерь Божья сказала, что ушел к речке Самородки, рядышком здесь протекает, где найдет ее образ, ее икону. К удивлению своих родных и близких, после шести лет такой тяжелой болезни, он со своей маленькой внучкой, пятилетней, потихоньку дошел, нашел этот образ, есть об этом распространилось по округе. Ну и стали приходить, и ненужные разными болезнями неисцелимы стали получать исцеление. В советское время монастырь был разрушен, но с 1994 года он стал возрождаться. В 1997 году вернулась и чудотворная икона. Все это время она тайно хранилась у братьев монастыря и благочестивых людей. Жадовская казанская икона Божьей Матери издавна причитается как исцеляющая болезни, заступница при стихийных бедствиях и пожарах. Поток верующих, ищущих духовного утешения, помощи и заступничества не оскудевает и по сей день. Для меня это место очень дорого, я стараюсь посчитать его каждый год. Для меня очень дорогие братья этого монастыря. Я их прям как братьев всех. Я сюда езжу уже 7 лет, на протяжении 7 лет. И они как родные, они молятся за нас, за всех. Ну, что может быть дороже духовных связей? 4 ноября, день празднования в честь Казанской иконы Божьей Матери в памяти избавления Москвы и России от поляков в 1612 году, митрополит Сибирский Милоспасский Лондон, епископ Барышский Индинский Филарет и епископ Микеский Чердакинский Диодор совершили божественную литургию в Жадовском Казанском Мужском Монастыре. По завершении литургии архипастыри и духовенства совершили молебен Божьей Матери перед почитаемой ее иконой в Жадовской Казанской, которая является одной из главных святых Сибирской земли. Затем митрополит Лондон поздравил всех с праздником и напомнил, что осенние честные не в честь Казанской иконы установлены в память о чуде, которое Пресвятая Богородица сотворила в так называемое смутное время в начале 17-го столетия. Именно с этой иконой шло освобождать москутных захватчиков народное ополчение было из Кузьмой Муни и Дмитрия Пожарской. Чудо было в том, что ополчение вообще в тот период разрухи могло собраться и не сверху, как мы привыкли до сегодняшнего дня, а снизу волей, изволением и стараниями самого народа русского. Это было чудо то, что ополчение смогло дойти до Москвы, дать бой и выбить из Кремля иноземных захватчиков. И вот то, что это было чудом, осознавали наши благочестивые предки. Именно Матери Божией, ее заступничеству и чуду от ее святой иконы Казанской, они воздавали благодарность за все то, что произошло. Епископ Филарет поблагодарил митрополита Лонгина за посещение Радовской обители и совместную молитву на день праздника. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Семирская митрополия. Нам на почту поступил вопрос, на который мы хотели сегодня ответить. «Мой ребенок родился больным. Я виню себя, и мне кажется, что это наказание Божие за мои грехи. Все время плачу. Так ли это? И что мне делать?» Вопрос нелегкий. Особенно, когда мы касаемся жизни и судьбы отдельного человека, который уже не так просто поменять и что-то кардинально здесь изменить, но можно поменять самое главное – отношение к ситуации. Когда болеет человек, христианин и православный человек смотрят это как на события, не обязательно данные для наказания человеку, но бывают данные для того, чтобы человек, шедший путем вот этого крестного страдания земного, а мы все с вами носим крест на груди, маленький крестик на нашей груди символизирует, что мы берем крест Христов и идем вслед за ним, несем скорби, несем трудности жизненные. И да, это скорбно, когда болеют маленькие дети, и часто вопросы задаются к Богу, почему бывает именно так. Но если мы вспомним о том, что сам Христос был невинным Богом, человеком, который страдал за нас, то нам легче будет преодолевать трудности, сложности, связанные с нашими близкими, даже таким событием, как рождение больного ребенка. Да, ваш ребенок болен телесно, но у вас есть шанс сделать его духовно богатым, духовно здоровым, чтобы он правильно воспринял эту действительность, которую дал ему Господь. Не в наказании, не в искуплении и не в очищении, а для того, чтобы, может быть, он своим последующим добрым словом, поддержкой, будучи больным, и таких же будет поддерживать. Все зависит от нас самих, как мы будем относиться к ситуации, как мы взглянем по-новому, с обновленным взглядом, обновлением и просим у Бога, чтобы Господь наше сердце обновил. И через это наше обновленное сердце мы увидели, что человек не просто страдает для пустоты какой-то и в пустоту, а он страдает ради того, чтобы другим явить образ терпения. Может быть, где-то он сам будет преодолевать эти трудности, связанные с болезнью. И вы будете, если правильно относиться к этой ситуации, трудности преодолевать, то вы станете примером. Поэтому христианин всякую ситуацию, всякое событие в его жизни, он будет направлять ко благу, как мы знаем из богословия, что Бог наш есть Бог благой, и всякое зло он направляет к благим последствиям. Вот и рождение чада с какими-то нарушениями, с отклонениями, оно тоже может послужить к сильнейшей, к вязшей славе Божией. Вы можете преобразить эту ситуацию. Поэтому, конечно, я желаю вам утешения Божию, чтобы Господь на вас послал свою милость, не оставил вас, укрепил, облегчил эту болезнь, если это возможно. А если невозможно, то даровал вам и вашему ребенку силы эту болезнь преодолевать, бороться с ней, а, может быть, и принять ее, чтобы переосмыслить и другим пользу принести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова